Дорогие апартаменты, а в них дорогие женщины в дорогих нарядах. Ждут своих принцев на белых иномарках. Но в гостиничный номер заходят стражи порядка. Пятью минутами ранее оперативники провели контрольную закупку. А с мужчиной где познакомились? С каким мужчиной? Но играть в недоумение дамы вскоре перестают. Вся информация о них есть на сайте агентства «Эскорт услуг». Здесь девушки только класса люкс, исключительно модельной внешности. Целевая аудитория соответствующая мужчины с толстым кошельком. А вот перечень услуг здесь не полный. Одним эскортом дело не ограничивалось. На сайте постоянно открыты вакансии. Их всего две модели и так называемые скауты. То есть те, кто приглашает девушек на работу. К жрицам любви требования особенно строгие. Им нужно быть не только красивыми, но и умными. А еще желательно иметь диплом о высшем образовании. У Анны, например, образование имеется. Окончила ГИТИС. Актрисы из нее так и не получилось. Но приобретенные знания пригодились и в работе, и в общении с оперативниками. Ну это просто компания, в которой мы должны были вместе быть, проводить вечер, пить шампанское, есть клубнику. Игра, впрочем, неубедительная. Да и из общения с ее подружками становится совершенно ясно. Сюда они не шампанское пить пришли. Во всяком случае, не только. А сколько стоит ночи твоих услуг? Ну минимально где-то тысячи долларов. Обычно тебе с кого работаешь? Есть девушки, которые приглашают друг друга. А вот и такая девушка. На дорогой иномарке, в красивом платье и на каблуках. На все это заработала собственным трудом. Сама с клиентами общалась исключительно в деловой обстановке. Помогала определиться с выбором, организовывала встречи, показывала товар лицом и другими частями тела. В указанное время женщина доставила в гостиницу девушек, где ее и задержали оперативники УВД по ЮЗАО при передаче денежных средств. Было установлено, что подозреваемая знакомилась с девушками в фитнес-клубах и кафе и предлагала заработать денег, оказывая интимные услуги состоятельным мужчинам. Женщина пытается убедить оперативников о том, чем занимались ее подопечные. Она и понятия не имела. Я никого не заставляю, не принуждаю. Все в свободной форме. Все в свободной форме. Каждый делает то, что он хочет. И чем форма свободнее, тем выше оплата. Эта женщина с каждого заказа получала свои 30%. Но теперь с роскошью и блеском ей, скорее всего, придется попрощаться. По статье «Организация занятия проституцией» возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. Екатерина Зотова, Константин Сысоев, Петровка, 38.